Привет, это Новосибирск, третий по числу жителей, не последний по значению город в России. Меня зовут Тимур Ханов, я блогер. Опросил сегодня несколько журналистов, что они думают о деле Ивана Голунова. Меня зовут Екатерина Орлова, я житель Новосибирска и журналист телекомпании НТН-24. Разумеется, я категорически против того, что сейчас происходит с Иваном Голуновым. Это отвратительная, сделанная на коленке халпура, поэтому, несомненно, свобода Ивану Голунову. Для журналистов тот факт, что Ивану Голунову подбросили наркотики, а что он не был наркоманом или правовцом наркотиков, очевиден. Очевидно совершенно, что мы имеем дело с приватизацией государственного права на насилие. То есть кто-то решил, что может купить себе часть государственного аппарата. Я думаю, что все, кто в этом участвовали, сядут. Желаю Ивану Голунову как можно скорее выйти на свободу. Я горжусь тем, что работаю вместе с теми людьми, кто не побоялся выйти на протест. Я Дарья Януш, журналист НГС. Я хочу спросить, кто же будет следующим? Опять неудобный журналист или слишком успешный конкурент? А может быть, партнер по бизнесу, который стал неудобным? А может быть, бывший друг, с которым вы поругались и хотите свести счеты? У всех следующих быстро найдут наркотики, не те сохраненные картинки или порнографические материалы. Иван Голунов был неудобным, поэтому на него заведено уголовное дело. Я прошу освободить Ивана и снять с него все обвинения. Я Олеся Валера. Я преподаю язык прессы в Новосибирском государственном педагогическом университете. На своих занятиях я часто приводила в пример журналистские расследования Ивана Голунова, как одни из самых лучших журналистских расследований в России. Мы должны объединиться и не дать посадить журналиста, который занимается расследованием. Потому что сегодня журналистам подбрасывают наркотики, а завтра некому будет заявить о том, что у нас где-то происходит коррупция. Свободу Ивану Голунову! Я Михаил Руднев, заместитель главного редактора НГС. Я хорошо знаю Ивана. Это человек безупречных личных качеств и высокого уровня профессионал. Я поддерживаю Ивана, потому что не сомневаюсь в его поступках. И я защищаю его, защищаю его в этой ситуации, потому что на его месте может оказаться каждый. Это страшно. Свободу Ивану Голунову! Меня зовут Елена Гурьянова, я журналист из Новосибирска. Я буду ходить на одиночные массовые пикеты в поддержку Ивана Голунова, потому что он лучший расследователь, журналист в стране. И нельзя арестовывать людей за то, что они делают свою работу хорошо. Нельзя забывать, что домашний арест – это только начало сложной борьбы. И мы будем поддерживать Ивана, пока виновных в фабрикации его дела всех не посадят и не накажут. Свободу Ивану Голунову! Юрий Трегубович, программа «Прецедент». Меня сразу же насторожило, что не сделали экспертизу. Я имею в виду смывы с рук и срезы с ногтей. Обычно это делается сразу же после задержания. И это говорит о том, что либо следствие сработало непрофессионально, либо, возможно, это заказ какой-либо структуры, связанной с расследованием Ивана Голунова. История с Иваном Голуновым – это кирпичик в стене, который выстраивает якобы правоохранительная система. Помните дело с Артёмом Лоскотовым, которым тоже подбросили в своё время наркотики, и люди, которые это сделали, уже сидят. Я считаю, что эту систему можно побороть только всем обществом. И должен сидеть не Иван Голунов, а тот, кто его задерживал, кто писал пресс-релизы фальшивые, кто говорил о том, что он наркоторговец и наркокурьер. Свободу Ивану Голунову, Илья Калинин, Новосибирск, НГС Новости. Я все эти годы знаю его как честно, порядочного, доброго, умного, замечательного человека. И поэтому могу сказать, что изготовители и организаторы этой провокации ошиблись. Это не Ваня. Ваню знают все. Представьте, сколько людей сидят по сфабрикованному обвинению по той же статье, и мы не знаем о них ничего. Завтра на их месте может оказаться каждый из нас. Свободу Ивану Голунову. Кирилл Логинов, Новосибирск. Корреспондент программы «Прецедент из Новосибирска». Дело Ивана Голунова – это сплошной фейк. Фейки МВД, фейки главного врача, фейки корреспондента «Просить 24», выпустившие абсолютно лживый сюжет в свой эфир. Но то, что это дело сфальсифицировано так топорно, то, что народу нашей страны удалось буквально за сутки объединиться, дает нам реальный шанс, чтобы пресечь порочную практику подбрасывания наркотиков и приблизить становление гражданского общества в России. Свободу Ивану Голунову. Вся эта история с арестом Ивана Голунова лично для меня очередная попытка власти втоптать всех нас в говно. Я считаю, что если журналисты не смогут отстоять Ивана Голунова, если с него не снимут все обвинения, то можно всем дружно уходить из профессии. Анна Богданова, обозреватель НГС Новосибирска. Свободу Ивана Голунова. Я уверен, что полицейские подбросили наркотики Ивану Голунову. Он должен выйти на свободу. Не под домашний арест, повторяю, а на свободу. Потому что благодаря таким людям журналистика в России и общество в России остается свободными. Журналист с сайта «Тайга.Инфо» Ирослав Ласов. Я живу с Иваном больше 10 лет. С того момента, когда он жил в городе Новосибирске в 2008-2010 году. Это честнейший человек. Это великолепный журналист. Свободу Ивану Голунову. Семенов Сергей Александрович. Руководитель учебного центра Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. Свободу Ивану Голунову. Важно понимать, что то, что сейчас происходит с Иваном Голуновым, может произойти с любым журналистом в России. То, что происходит с журналистами в России, может произойти с каждым из нас, с каждым россиянином. И важно помнить, что домашний арест – это не свобода. Свободу Ивану Голунову. Меня зовут Лиза Пичугина. Я журналист МГС Новости Новосибирска. Наталья Дмитриева. Ведомцы заказового собрания Новосибирск. Журналист. Хочу сказать, что арест Ивана Голунова – это показательное преступление государства, которое пытается уверить нас в своей беззаконности, хамстве и ненаказуемости. Свободу Ивана Голунова. Отвратительная и похабная история про российскую действительность. Герой в этой истории только один – Иван Голунов. Настоящий журналист – человек, ставший нашей профессиональной совестью. Мы требуем свободу для Ивана Голунова и возбуждения уголовных дел против всех тех, кто организовал это похабное мероприятие. Мария Лондон, Новосибирск. Журналист. Это мнение журналистов. А что думаете вы?